24 августа футбольный клуб «Слоним» первый матч второго круга сыграл в Лиде, где встречался с дружиной Андрея Петрова. Субтитры делал DimaTorzok Уже на втором минуте Виктор Клемихин головой пробивает нижний угол и Дмитрий Асин ценой травмы спасает положение. Дмитрий так и не смог продолжить игру и на девятой минуте был заменен на Олега Давлюда. Надо отметить, что первые 30 минут матча слонимчане смотрели с предпочтительных хозяев. У них много получалось нападений и гол на 15-й минуте был вполне логичным. Пиовары исполняли угловой. Евгений Мялек уверенно перехватывает мяч и сразу вводит его на чужую половину, где набрал ход Юзвович. Дмитрий убежал от двух защитников, ворвался в штрафную и левой ногой заложил в мяч правый от себя угол. 1-0 слонимчане повели. Пока леча не приходили с себя, гости могли удвоить счет. На 28-й минуте Андрей Кухарьон и проникающим пасом оставил неудел всю защиту Лиды. Однако в форме дубли Дмитрий Узвоич сегодня не смог. Удержав свое преимущество до конца первого тайма слонимчане, к сожалению, не смогли. На 30-й минуте хозяева получают право на перспективный штрафной. Удар выполняет капитан Личан Юрий Каратай. Мяч, пролетев над стенкой, влетает точно в девятку слонимских ворот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Первый тайм так и завершился с ничейным счетом. А вот начало второго тайма стало ударным для Личан. С интервалом в 2 минуты они смогли дважды поразить в воротах гостей. В начале Александра Татаренко с той же точки, что Юзвоич и тоже с левой ноги закладывает мяч в нижний угол уже слонимских ворот. А затем опытный Дмитрий Ковалюнов забрасывает мяч за спину Евгению Мелику. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В конце матча на 75-й минуте у хозяев мог отличиться опять Коваленок, но пробиться убойной позиции ему помешал Снабко. А через 3 минуты уже у слонимчан мог поразить ворота соперника Дмитрий Жданок, но удар с лету пришелся мимо цели. Команды обменялись еще штрафными, но счет на табло так и остался 3-1 в пользу Личан. После игры состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров. У нас теперь игра боевая, я поздравляю Андрея Ивановича и команду Лида с победой, с волевой победой. Нам в какой-то мере повезло, хотя очень желаем быстрейшего выздоровления Диме Оснину, нелепейшая травма, очень опасная. Момент такой был, что мог Витя Клемихин и забить мяч, то есть он спасал команду, выручил. Вроде как бы в первом тайме мы старались, немножко доминировали, но во втором футболисты Лиды переломили. Хотя вот из-за вот этих ошибок, редко говорю вообще по коллективным действиям, по моментам таким, но, наверное, на сегодняшний день не угадали с фротариумом. Вот как она была нагрузка на нашего Жени Мелика, наверное. Я думаю, первый раз, наверное, скажу, что ошибки нашего игрока, который на последнем рубеже, он повлиял на исход матча. А так, в целом, игра была хорошая, бескомпромиссная, по-спортивному хорошая. Что за обилик, конечно, Коваленок обычно забивает в штрафной площадке, а тут фантастические мячи. Я говорю, это ошибка. А так, по игре, по желанию, по стремлению, по старанию, ну, конечно, где-то не хватает и на мастерства такого еще. Начали очень, во-первых, так осторожно и футболисты Лиды, и мы, потому что, наверное, все-таки новые люди в команде. Практически у нас где-то человек 30 листа практически играли. То, что готовились, это ну, а игра официально совсем другая. Но к новичкам у меня претензий нет никаких, все старались, все проявляли практически. Ну, проиграли, никуда не денешься. Это спорт. Будем работать, готовиться к команде с Моргой. Андрей Иванович, прошу. Ну, мое мнение, в первом тайме, даже с Водим, может, даже и предпочитать не было. Почему? Потому что у нас полсостава новых, да, мастера, все это, но сыгранности, так сказать, у нас мало времени было для того, чтобы сыграться. Во втором тайме, считаю, сыграло все-таки роль мастерство отдельных игроков. Но соперник показал неплохой футбол. Я считаю, что, в принципе, у нас просто вот эти мастера, кавальонок, вот за счет их мы где-то и выиграли. Футбол такая штука, вот вроде равная игра. Есть какой-то, у нас был Кривобог, который лишал. Сейчас вот кавальонок выходит. И кавальонок. И кавальонок. Кавальонок, это вообще приобретение, это игрок выше. По защитникам тогда уже скажите? Ну, по защитникам очень неплохо показал себе Дима Тарасик. Очень неплохо. Я думаю, это будет большое усиление для нашей команды. Что с Асниным и как сыграл Довлюд в своей первой игре официально? Довлюд сыграл, я скажу, что удачно. Ну, хорошо сыграл бы, если особо не это, хотя там ему еще сложно, у него нету практики. Что с Асниным? Ну, бедро, повредил бедро. Спасал моменты, повредил бедро. Пока непонятно там, какая социальная, насколько, что, конкретно там непонятно еще? Пока, врачи скажут, это понедельник. Ну, так же вопрос по новичкам к вам. Вот как ваши новички сыграли? Довольны ли вы, или? Ну, знаете, ну... Ну, сказать, что недовольны. Люди приехали к нам помогать, играть в футбол. Неплохо смотрелся и Дмитрий Жданок. Вот. Немножко... Наверное, выпустили во втором тайме Максим Дубай. Я думаю, это хороший футболист с 93-го года, у него хорошее будущее. Немножко, то есть, дубль есть дубль, первая лига уже есть, первая лига. Поэтому, думаю... Витя Климихин, который у нас со Смолевичей тоже приехал. Ну, пока тоже первая игра практически, вот как Андрей Иванович сказал, это, как мы называем эту игру с листа. Поэтому, немножко взаимопонимания этого не было. Ну, старания есть. Не скажу, сыграли хорошо все, старались все, вопросов у меня к ним нет. Климихин, ты не тот, который забивал уже в 16-й, а можно так? Забил команды в 16-й. Да, заявка до 30-го числа. Да, кстати, но еще трансферного окна, еще неделя осталась, планируете ли вы усилиться? Нет, мы уже укомплектовались, поэтому новых предотвращений нет. Я на 4-й сам, да? У нас под завязкой. Субтитры сделал DimaTorzok